Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Пытаемся разобраться в ситуации вместе с системным аналитиком Натальей Глобой. Она со мной на связи. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья, я хочу начать наш разговор с вот такого неожиданного, но ожидаемого одновременно объявления об увеличении расходов на следующий год Российской Федерации на войну. Причем это очень интересно выглядит на фоне заявлений того же Столтенберга, который говорит, что есть риски, что война в Украине будет неконтролируемой. Такое ощущение, что сейчас она как бы у Столтенберга под контролем. И война может расшириться на другие страны, другие территории. И, судя по всему, к этому готовится Москва, по крайней мере, Институт изучения войны об этом говорит. С точки зрения глобальных мировых процессов, какая вероятность этого, и что ждать локально, ну вот нам, в Украине, если все-таки этот вариант просчитывается? Россия начала игру в долгую, в сценарий затяжной игры, затяжной войны. У них есть свои резоны, почему им выгоден этот сценарий. И значительное, оно не очень значительное увеличение расходов на оборону. Я читала анализ русского экономиста Алексашенко, которому его выводом, как бы я уже много лет его читаю и доверяю. И он анализировал состояние бюджета этого года и принятый бюджет на следующий год сверстанный. И в целом увеличение там до 5% ВВП расходов на оборону – это астрономическая цифра с точки зрения объема бюджета. Но это не фантастическая цифра, то есть это та цифра, которую страна может осилить. 5% – это не 30 и не 40%, не половина бюджета, который идет на войну, 5%. И это то, что они потратили в этом году и еще немножко сверху. Потому что дополнительные затраты, которые будут там в затратах этого года, они же не учитывают израсходованные снаряды, особенно советского производства, произведенные там танки, в общем оружие. И им нужны деньги для того, чтобы пополнить свои запасы вооружения. Но в целом Москва играет в долгую, в затяжную войну. И это связано, на мой взгляд, прежде всего с тем, что Путин не видит варианта выхода из войны. Скорее всего он осознал то, что его генералитеты и ближний круг осознали грандиозную ошибку в начале вообще эту войну и те неправильные исходные данные, их некорректность, некорректность сценариев, которые они для себя прописали. То есть абсолютно надвойку выполненная аналитика перед войной. Тем не менее остановиться они не могут. Путин не может себе позволить проиграть, потому что для него это означает физическая смерть. И поэтому он из этой войны просто не может выйти. Победить он тоже не может. Значит, единственный шанс – это сыграть в долгую, обеспечить себе… Экономика тянет войну еще несколько лет. Санкции не были катастрофическими. Мало того, основные доходы России, порядка 40% их бюджета складываются из налогов на углеводороды. И несмотря на санкции, несмотря на то, что Европа отказалась от газа, в общем, мы знаем всю эту историю, несмотря на все перипетии, какие были, и на те грандиозные скидки, в целом 25% от цены они давали на нефть, на сырую нефть Китаю и Индии, все равно они на 35% получили больше доходов от нефтегазового сектора. Просто из-за резкого скачка цен. То есть в следующем году, в целом, ВВП у них будет иметь снижение в этом году 3%. Это совершенно не тот размер, это вовсе не экономическая катастрофа, всего 3% падения. В следующем году они там планируют 5-7% падения, и они, в общем, к этому совершенно готовы. Россия может продолжать войну еще несколько лет. И мы должны это понимать, и должны быть к этому готовы. Но есть условия, при которых у России это не получится. Смотрите, все зависит во многом от Украины. Россия, ее главный козырь, почему Соединенные Штаты так боятся обострения, какого-то мифического эскалации, куда же уже дальше кажется эскалировать, но тем не менее для них эскалация – это ядерная война. Это синоним. Главная, главная боль Соединенных Штатов – это ядерная война. Но тут есть обстоятельства Китая. Китай на 20-м съезде, Синдзиньпинь бросил предложение, от которого нельзя отказаться, что Соединенным Штатам предложил мир поделить пополам. Двухполярный мир. И Соединенные Штаты приняли эту перчатку и начали, я думаю, они ввели эти переговоры еще до съезда, начались переговоры. И очень, переговоры невероятно тяжелые, связанные с огромным плотком проблем. Это не только Тайвань, это экономика, это вообще раздел зон влияния. В общем, очень-очень много сложных вопросов. Но угроз номер один – это ядерная война. И нужно не забывать о том, что юридически именно Китай является единственным юридическим гарантом ядерной безопасности Украины. Единственный – это Китай. Потому что Янукович подписал декларацию о стратегическом партнерстве в начале декабря 2013 года, в котором четко и недвусмысленно сказано, что даже в случае угрозы ядерной войны Китай предпримет необходимые гарантии ядерной безопасности. Внимание, вопрос. То есть вот этот передел мира между штатами и китайцами, граница будет проходить в Украине или по украинской границе. Так получается? И это следующий вопрос. То есть они между собой договорились о том, что они не дадут России применить ядерное оружие. Этот вопрос Китай взял на себя. А в ответ Соединенные Штаты обязались не поставлять нам ракет дальностью от 300 километров, не поставлять нам самолеты и не поставлять нам наступательное вооружение в виде танков. Вот поэтому Соединенные Штаты так просят Германию отдать нам свои леопарды, потому что они свои Абрамсы отдать не могут. У них такое соглашение с Китаем. То есть и дальше, какие рычаги давления есть у Китая на Россию, там миллион рычагов, и это их проблема. Но они взяли на себя, судя по всему, такое обязательство. А вопрос следующий, глобальный вопрос, старт этого всего передела мира, формирования двуполярного мира. Первый вопрос, что делать с Россией? Где пройдет граница зоны влияния Китая? Либо по Уралу, либо по восточной границе Украины? И это два совершенно разных вопроса. При том, что слабость Китая хотел бы сохранить целостность России и иметь влияние на всю территорию России. То есть границу провести по границе Украины. Соединенные Штаты не претендуют на всю Россию. Но они хотели бы контролировать Россию в смысле тех трансформаций, которые должна пройти Россия, чтобы она перестала представлять угрозу для всего человечества. И вот тут вот этот вот дележ, он не окончен и неизвестно, сколько будет продолжен. Плюс нужно понимать, что Си Цзиньпинь, вот он вечно, он питает большой пиетет именно к России. Не к Путина. Я думаю, что, скорее всего, такого человека Путина он презирает. И русскую армию в Китае называют слабым гусем. Но Россия, которая дала Ленина миру, которая дала Си Цзиньпинь любимого писателя Федора Достоевского, Си Цзиньпинь прекрасно знает русскую культуру, он с большим пиететом относится к этой стране. И, возможно, с этим тоже связано его личное отношение, то, что он бы хотел видеть Россию в качестве, ну, в лучшем случае, при хорошем поведении, младшим партнером, а в худшем случае это просто вассалом. Что думает по этому поводу Россия? Сложно сказать. Я думаю, что Путин в данном случае так далеко просто не просматривает. Путин никогда не был силен в стратегиях. Он их никогда не рассчитывал. Он всего-навсего тактик. То есть его мышление, блок главный мыслительный, это спецоперация. То есть дальше его полет мыслей не простирается. И при этом он боится сейчас. Его главная проблема – это его личная безопасность. Поэтому он играет в длинную. Но и нам нужно быть готовым к тому, что нам придется тоже играть в длинную. И я думаю, что Украина делает сейчас все для того, чтобы немножечко освободиться от давления Соединенных Штатов и выстроить свой военно-промышленный комплекс. Это нам нужно, мы понимаем, что нам для победы нужно как раз перенести войну на территорию России. О чем, о Соединенные Штаты и Китае договорились, что Соединенные Штаты никоим образом не будут способствовать такому сценарию переносу войны на территорию Украины. Но с точки зрения устава ООН мы имеем на это полное право. Потому что это тоже наша оборона. Мы не имеем права убивать мирных жителей, делать то, что делает Россия на нашей территории. Но нам это, собственно, и не надо. Для того, чтобы обезопасить, лучший способ обезопасить нашу энергетическую структуру и вообще всю нашу инфраструктуру, это уничтожить не, собственно, ракеты, а их носители. Отсюда вот этот дерзкий налет на Энгельс. И в открытую было сказано, что за прошлый месяц Министерство обороны приняло на вооружение семь моделей беспилотников, которые были разработаны, в том числе частным сектором. И в этом месяце, очевидно, их будет еще больше. За это время наш частный сектор, волонтерские организации создали целый технологический кластер по производству беспилотников. Единственное, чего им не хватает, это поддержки заказов от государства. И постепенно вот этот вот камень преткновения, он реализовывается. И вот за месяц семь моделей принят на вооружение. Это реально много. Ну, вопрос-то в количестве, в объемах, в производстве. Речь не об объемах производства, речь о количестве моделей. Потому что принимают не 100-200 беспилотников в одной модели, а принимают конкретную модификацию. Она должна, там надо провести испытания, там надо утвердить документацию, там нужно много-много чего. Так а где производить? Вот. А где производить? Дело в том, что наши волонтеры научились. У нас же армия сетицентричная, и мы ведем сетицентричную войну. И вся наша война сейчас приводит всю Украину, все общество в ее природное состояние, когда все сильно на местах. Вот центр тяжести лежит в местном самоуправлении. И вот наши волонтеры научились организовывать производство распределенное, когда это не один отдельно взятый завод. Вот он стоит, этот завод, бомби не хочу. А одна часть производится в одном месте, вторая часть в другом месте. Для этого используются не очень большие помещения. Они могут быть хорошо обеспечены, это какие-то под землей какие-то помещения. А где-то в каком-то месте происходит сборка, где-то еще что-то происходит. Какой-то завод, например, завод беспилотников в Польше, вот где этот шарк будет производиться, этот наш беспилотник, он локализован в Польше. Остальные где-то будут локализаться, производиться в Украине. Мы не можем сказать наш морской беспилотник, где какие части его будут производиться. То есть можно в наше время создавать распределенное производство. Это другая бизнес-модель. А главное, это психологический подход предпринимателей, их ментальный подход к такого рода сетевому производству. И это постепенно решается. С точки зрения классического Укра-Барон-Прома, смотрите, заявлено наше ракетостроение. Леонид Шимон, это один из крупнейших ракетостроителей, опубликовал пару месяцев назад, что в течение восьми месяцев будет создана ракета дальностью от 500 до 1000 километров. Добавим сюда, что она изначально будет агрегироваться вместе с самолетом и готовится таким образом, чтобы можно было модернизировать сушку, те, которые есть у нас на вооружении, и тогда дальность полета еще увеличится. И это только первая серия ракет. Их будет много. То есть Украина готовится к войне на территории России. И Россия не случайно из этого Энгельса быстренько туда куда-то, к Мурманску перебросили свои самолеты. Но их это не спасет. Потому что если наши все реализуют так, как они планируют, они реализуют. Потому что здесь столько украинцев, потрясающе креативная нация. И плюс вот эта сетицентричность, которая просто в крови каждого украинца, это все создаст рисунок. То есть начиная с весны, я думаю, что рисунок войны изменится. Я вот о рисунке войны хотел в продолжении темы, Наталья. Но вот смотрите, то, что мы называем переброской войны на территорию Российской Федерации, не является, по большому-то счету, симметричным ответом того, что делает Россия в Украине. И наши удары по каким-то или знаковым объектам, или военным объектам, объектам, которые военно-гражданские, аэродромам, другим нефтебазам. Ведь это все равно неполноценная переброска войны на территорию Российской Федерации. Я на своем канале общаюсь с разными военными экспертами. И вот с точки зрения науки, одни говорят, целиком оправдано, ну, военной науки имеется в виду, целиком оправдано делать рейд, условно, на Таганрог, окружать вот эту, скажем так, историю, которая называется Донбасс, вот эту всю группировку, ну, собрать силы, сделать рейд. То есть, нога украинского солдата должна, ну, по науке военной, если мы хотим побеждать, потому что побеждает не беспилотник, какой бы он там ни был дальности, и какой ни был его запас хода, и, собственно, боевая часть побеждает. Вот что такое победа? Это когда солдат заходит на какую-то территорию. Вот она, то есть, контролируется, удерживается. Вот это победа. То есть, солдат украинский на территории Российской Федерации в научной стратегии вероятность есть. А с точки зрения вот всего происходящего в комплексе, если посмотреть на этот вопрос? Смотрите. Вероятность, естественно, есть. И если ход войны потребует захода куда-нибудь в Таганрог, то, естественно, наши зайдут. Но в этом же есть плюсы и есть минусы. Вообще, в целом, вопрос, что такое победа, и когда она заканчивается. Классический ответ такой. Война заканчивается тогда, когда одна из сторон получает неприемлемый для себя ущерб. Неприемлемый. Неприемлемый для себя ущерб. А у нас... Простите, я сразу... Ну, вы продолжите мысль. Я просто... А для Украины получается все то, что обрушилось на нее, пока что приемлемый ущерб? Нет. Нет, мы... Нет. Но у нас еще... Для нас неприемлемый ущерб, это когда у нас ничего не осталось. Ни армии, ни оружия, ни народа. Это все. Это ситуация неприемлемого ущерба, когда мы дальше не в состоянии вести военные действия. Вот возникает вопрос, а что является неприемлемым ущербом для России? Вот если у дракона вырвать огненное жало, вырвать зубы у змеи, вырвать жало у змеи, для нее... Она останется жива, но ей будет нанесен неприемлемый ущерб. То есть, России необходимо поставить такие условия, когда она не будет в состоянии наносить серьезного ущерба нам. И тогда можно о чем-то говорить. Естественно, кроме этого, мы должны сами, своими войсками, освободить свою собственную территорию. Это просто не обсуждается. А вопрос, сможем ли мы... Как далеко наша армия может зайти по территории России? Это вопрос сложный, потому что я не уверена, что нам позволят это сделать, потому как и Соединенные Штаты, и Китай, и Турция, все крупные игроки заинтересованы, и Европейский Союз заинтересованы в том, чтобы Россия как сущность осталась. Только Украина видит своей гарантией безопасности это ликвидацию государства России. И то не на официальном уровне, это мы, украинцы, у нас общепринятый какой-то есть общественный консенсус по этому поводу. Мы прекрасно знаем, что это наша безумная соседка. Как ее... После любых потрясений, как только у нее появляется возможность встать на ноги, она мгновенно кидается кого-нибудь бить. То есть агрессия и естественное состояние России, агрессия для них это символ успешности, потому что им, когда они говорят, мы великая страна, они говорят, нас все боятся. Они же не говорят, нас все уважают. Мы дали миру. Это, это, это. Мы там самая инновационная, самая продвинутая. Нет, у них главный аргумент, мы великая страна, потому что нас все боятся. Это сидит глубоко в мозгах. И мы-то это очень хорошо понимаем. И для нас было бы идеальным, если бы Россия развалилась там на какое-то количество государств, и они бы там начинали бы жизнь свою с нуля. Но я боюсь, что нам этого никто не позволит сделать, потому что это страшный сон для всех ядерных держав, когда ядерная страна начинает валиться и начинает, можно решать вопросы и работать с всем этим огромным количеством. Хорошо. Что тогда неприемлемый ущерб? Вот мы крутимся вокруг этого. Неприемлемый ущерб для России это невозможность ситуации, когда их боятся. А это означает, что может быть у них 6 тысяч ядерных головок есть. Да их отправить нечем. Уничтожены шахтные установки, уничтожены аэродромы, где базируется стратегическая авиация, уничтожены корабли-носители ядерного оружия. Ну и дальше что? Так, так, так. Мы это... Извините, мы это будем уничтожать десятилетиями. Этого много. Если речь идет об Украине, я имею в виду. Сейчас один удар, один первый, пробный и такой полупартизанский. Удар по Энгельсу. Это что? Первая реакция. Шок России. Шок от чего? Потому что это аэродром, где базируются стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное... Это стратегическая ядерная инфраструктура России. Без этой инфраструктуры эта змея бежала. Уничтожить ее мы можем. Даже если этот удар был нанесен этим стрижом, а мы сейчас вот на подходе, ну вот будут в следующем году, у нас большое количество данных беспилотников. Будут разные. Даже если это был стриж, то у нас осталось от Советского Союза сотни этих стрижей. Это немало. Мы показали пробными ударами нашими надводно-подводными морскими беспилотниками способность поражать цели на море. Это дерзко. Отошли в Севастопольскую бухту и там, в общем, похулиганили. Не нанеся там катастрофического ущерба, но это означает, что ни Нурманск не будет в безопасности, ни Балтийский флот их не будет в безопасности, ни Черноморский флот не будет в безопасности. И не нужно... Наше время... То есть они же очень архаичные люди. Они не могут понять, что для того, чтобы уничтожить флот российский, не нужна ЦУСИМа, не нужна морская баталия технологии. Война будущего это война технологий. И я думаю, что и технологии в следующем году мы увидим, если наш офис президента не будет допускать значительных ошибок в управлении ВПК, но на это остается только надеяться, то мы увидим резкий скачок в производстве. Пока вот эти месяцы мы не видели своего ВПК, потому что оно с нуля чего-то там делало. Мы просто не видели этих результатов. Мы увидели первые снаряды 155-го калибра, 152-го калибра пошли на фронт. То есть первое критически важное, что польза на снаряды начали производить. Мы не знаем, где они производятся. Не можем, но мы знаем, что они уже есть. И они будут-будут-будут производиться. То есть здесь просто очень важно, чтобы офис президента и министерство обороны не наделали ошибок, чтобы они четко следовали так, как это делали американцы во время Второй мировой войны. Там была же фантастическая история, когда началась Вторая мировая война, и Соединенные Штаты должны были еще совершенно не вступили в войну, но они уже начали ленд-лист для Великобритании. А они практически почти ничего не производили. Они там самолетов 300 штук в год производили, и это было, в общем, всего было очень мало. И вот они, тогда Рузвельт пригласил Кнудсона, это был топ-менеджер, президент компании General Motors, и попросил его организовать производство, резкий скачок в разы, потому что оружие надо было в разы больше. И Кнудсен сделал совершенно фантастическую вещь, но он согласился на этот пост при одном условии. Если ему дадут возможность, первое, уничтожить, отменить практически всю процедуру приемки вооружения, потому что она рассчитана, она хорошая, но на мирное время, а в войну нужно принимать решения супер-супер-супер-быстрые. И в том числе считать испытания на поле боя, как засчитывать в испытании. В общем, это совершенно логично. Второе, провести унификацию узлов. То есть они в конце, вот если они производили до войны 300 самолетов, то они стали, то они производили в 44-м году 300 тысяч самолетов. То есть это просто фантастика. Каждый час с конвейера Форда сходил самолет. Раз в час. Для этого они унифицировали узлы. То есть огромное количество компаний, которые были заняты в производстве. Ну вот у нас есть вот эта линейка двигателей, у нас есть вот эта линейка подшипников, у нас есть вот эта. Мастерите, как из конструктора лего, создавайте новые модели, что-то делайте. Ну вот она наша линейка. Для того, чтобы запустить предприятие, массовое производство, это означало, что есть завод, там 2-3, которые производят конкретные 3 подшипников. Они только их и производили, но массовые. И в итоге они организовали массовое производство. И они допустили на рынок, кроме их собственных государственных предприятий, которые традиционно работали на их ВПК, они допустили на рынок в общем всех желающих частный сектор, который был способен произвести узлы, детали, разрабатывать. И в итоге вся экономика, она сама собой перешла на военный лав. Соединенных Штатов. Если наши выполнят такой же сценарий, это будет очень-очень правильно. И мы сможем в разы очень быстро нарастить это производство. естественно, мы не сможем производить танки. Тут, к сожалению, уже упущены. Мы не сможем производить еще много-много чего. У нас там с электроникой могут быть какие-то проблемы, еще какие-то. Их очень много, но это рабочие моменты, они все будут решаться. Наталья, обезоруживающий удар, о котором говорил Путин, который якобы может появиться в доктрине Российской Федерации, это, наверное, что-то новое. Новое и такое, с прицелом на будущее. Сразу понятно у всех мысли об Украине, потому что здесь идет конфликт, но это ведь еще более глобальное заявление. Как вы его оцениваете? Я оцениваю как очередной звоночек в Китае, в Соединенные Штаты, что я не согласен. Он при этом не конкретизирует, может ли быть нанесен обезоруживающий удар по неядерной стране. Чтобы они не вносили в свою ядерную доктрину, военную доктрину, обезоруживающий превентивный ядерный удар по неядерной стране будет расценен всем мировым сообществом как преступление. Это даже не вот. Но они хотят сказать, что вся предыдущая доктрина вообще в мире существовала система сдержек и предполагалось, что ядерной войны никогда не будет. Вообще не рассматривался вариант ядерной войны против неядерной страны. Это было нонсенсом, это вообще никогда не рассматривалось с момента создания ядерной бомбы. Что в принципе может существовать такая возможность. Мы против, ядерной страны это очень ответственные страны. И они просматривали, как они взаимодействуют друг с другом. И всегда считалось, что пока если кто-то запустит первый ядерное оружие мгновенно, еще не успеют долететь ракеты, как с противоположной стороны тоже все это будет выпущено. И в итоге все друг друга поубивают, мир погибнет, а потому никто в гибели мира не заинтересован. Пока не появился странный человек по фамилии Путин, которого гибель мира совершенно не пугает. И вот их ядерная доктрина, их военная доктрина, там черным по белому написано, что ядерный удар может быть только в случае угрозы самому существованию российского государства. Поскольку тоже двухсмысленная фраза, это тоже одна из причин, почему нас так сильно сдерживают Соединенные Штаты, не давая нам заходить вести войну на той стороне. Хотя сейчас они говорят, украинцы своим оружием, что с ними сделаешь? Своим оружием, да, мы тут вообще ничего сделать не можем. Поэтому, пожалуйста, но они не дадут нам самолеты, я не верю, что они дадут нам самолеты, то, что они дадут нам ракеты среднего радиуса действия до тысячи километров. Это нереальные какие-то вещи. вот, в общем, что такое сам факт угрозы существования государства. И тут Путин говорит, о, а не надо мне тут думать, угрожает кто-то России или не угрожает. Я сам буду решать. Вот этот человек, вот Соединенные Штаты, они вроде как нам противны, опасны. Значит, мы можем совершить удар с целью разоружения Соединенных Штатов. Но это глупость, потому что для того, чтобы реализовать такую идею на практике, нужно оружие, которого у России просто нет. То есть нужно оружие, которое долетело бы и разрушило бы всю армию Соединенных Штатов до момента, пока они бы запустили что-то навстречу. Такое возможно нет. У них ничего подобного нет. У них же одни страшные мультики. И вот гиперзвуковые ракеты выяснилось, что они не очень гиперзвуковые. И в общем там больше басен, чем реальности. Путин очевидно пытается сорвать договоренности между Китаем и Соединенных Штатами по поводу ядерного сдерживания России. Он пытается тогда вклиниться, все, в общем, как слон посудной лапки потоптаться с тем, чтобы американцы и китайцы опять сели за стол переговоры. Опять начали обсуждать эту тему, что им бедным делать. То есть то, с чего мы, собственно, начинали. Ну да, да. То есть вот такая очередная выходка не очень вменяемого человека, которая лишний раз показывает, что в его заявлениях не нужно искать ничего рационального. Главная ошибка Запада при подходе к России, которая уже достаточно много лет, начиная, скажем, с 2014 года, хотя надо было бы открутить дальше, что они пытаются в действиях России привести какую-то рацию и пытаются смоделировать поступки России с точки зрения здравого смысла. Да, умом Россию не понять, помним это выражение. Это выражение больше всего любят русские. И они все время пытаются подстроить свое поведение от этой фразы. Но так ничего хорошего-то в этой фразе нет, Наталья. Ну, хорошего-то нет ничего. Все как-то это все поэтично-патетично. С точки зрения как раз есть, потому что если мы не вменяемые, то нас всех боятся, значит, мы великие, если нас... То есть, вот логика-то там какая. Мы великие, потому что нас боятся. А боятся... Рядом по соседству ходит маньяк, его просто нормальный, здоровый человек. это не значит, что он слабее этого маньяка. Он его на всякий случай десятой дорогой обходит, потому что ему не нужны неприятности. А маньяк-то думает, что он крутой, его все боятся, он весь мир запугал. И вот российское общество в целом четко понимает, что надо, чтобы тебя боялись. родители готовы голодать. Бахмут. Ну, есть множество уже комментариев на эту тему, там мясорубка кто-то говорит, кто-то говорит, что там мокрый сахар. У меня тоже, кстати, есть видео с военным экспертом Грабским, который говорит, что это позволяет вот эта ситуация, эта горячая точка, в том числе там украинцам перемалывать россиян вот эти резервы, то есть поэтому оттуда отступать смысла нет, даже если отступят, то ни к чему это не приведет. Мне интересно, интересен ваш аналитический взгляд на ситуацию на Донбассе. Просто с одной стороны вот визуально, если так посмотреть, ну вот как, знаете, как на картинку, да, вот картинка, это выглядит как генеральное сражение. Ну, это как-то на вкус генеральное сражение, пахнет как генеральное сражение. Такого является, нет, не является. Вот, понимаете, что происходит в общей картине и что означает вот Бахмут в переходе на зимнюю кампанию войны? Бахмут это место крепления мясорубки, и не более того. Роль Сталинграда он не может выполнять, потому что Сталинград в той войне это был точка психологического перелома немецкой армии, немецких генералов, когда они наконец поняли, что они войну проиграли. И после этого попытка переломать вот этот вот рисунок войны, который сложился был во время Курской битвы, но он тоже ничего не решил. здесь никакого перелома психологического не происходит, потому что российские войска ведут себя так же, как они вели раньше. То есть вот их куда-то сказали наступать, они честно идут, наступают, их убивают, они честно ложатся в могилу. То есть ведут себя как абсолютные машины, не проявляя сознательной собственной воли и не проявляя никакой сознательной собственной субъектности. То, что такая тактика эффективна, стало понятно еще в феврале месяце. Вот сейчас вышли две серии документального фильма, будет еще третья, битва за Чернигов. Только Чернигов мой родной город, то я очень внимательно это смотрела. И смотрите, тогда Чернигов защищала наша танковая бригада, часть ее, потому что танковая бригада была на всю область. Практически отсутствовали на 24 февраля сухопутные наши войска, пехоты не было. В качестве пехоты откуда она там взялась? Это страшные были очереди, военкоматы, это были добровольцы, это террор оборона была сформирована, это пограничники, которые перебирались как-то самостоятельно отступали, отходили от границы, которую пересекли. И это Насгвардия. Вот их всех вместе было до трех тысяч человек. И некоторое количество, непосредственно Чернигов это было 20 танков. На нас что? 30 тысяч пехоты и полторы тысячи танков. В ровне танков, а в целом техники. И мы не сдали город. Выиграли эту битву. Потому что нашим командованием была принята эта тактика мясорубки. Легко вот идут по полям, вот они идут, а там везде наши, которые прекрасно знают, каждое болото, каждый кустик, которые везде ждали засады. И пропустят колонны, начинают ее резать по кусочкам и уничтожать. Колонну за колонной. И в конечном итоге им не удалось взять, то есть ни по каким правилам военной науки Чернигов не мог выстоять. Полтора месяца, там до 6 апреля, получается, полтора месяца, но он выстоял. И точно так же здесь. То есть потери, которые понесла российская армия и потери нашей армии несопоставимы. Они там на порядок больше, потом они там растянули тылы, в общем, там всякое такое было. И Бахмут это такая точка крепления очередной мясородки. Они же как лемминги прут, 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 тысячами, тысячами, уже там по трупам своих солдат ходят. мы сейчас не готовы к большому наступлению. Не готовы не потому, что там земля замерзла, не замерзла. Но прежде всего наши драгоценные партнеры нам кап в час по чайной ложке предоставляют вооружение, которое нам мало. Его явно недостаточно. Но придет время и будет наступление. значение Бахмута. То есть если Сталинград поменял рисунок войны, то Бахмут не меняет рисунок войны. И поэтому его значение совершенно другое. Но это кровавая баня. Это ужас, это ад на земле, который там дворец. Друзья, я всех призываю подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, написать свое мнение в комментариях. Наталья, вам я благодарен за ваше время и ваши мысли. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Друзья, берегите себя. Всем традиционно желаю добра и света. Увидимся обязательно. До скорого.